Всем доброе утро! Сегодня 19 число, 15 сентября. У нас холодно, наконец-то наступила осень. Два дня уже идёт дождик, моросит. Холодно очень. 18 градусов, посмотрела на градусники, 18 градусов. Затянуло всё небо, не видно ни просвета, ничего. В то же время так приятно эта прохлада после жарких дней. В то же время не хочется, чтобы постоянно был дождик. Посмотрим. Ну, по прогнозу посмотрела, вроде дождей вот так. Несколько дней подряд не будет. Но температура уже понизилась. 20-22 будет около каждый день. Сейчас вот очень холодно. Даже на улицу неохота выходить. Ветерок. Прямо как-то непривычно. А у меня тут цветочки цветут. Летом садила, которые беленькие, красные, по всем окнам. Не знаю, сегодня, наверное, не пойду никуда. У меня охота учиться в такую погоду. Хотя никогда не говори никогда. Ладно, пойду по делам. Ковры ещё не постелила. Но вот если такая погода будет дальше, придётся уже стелить. Неприятно как-то дома. Неуютно получается. И что вы думаете? Не вытерпела. Решила всё ж таки прогуляться. Вообще не бывает плохой погоды. Любая погода, любое время года. Мне нравится. Осенью тоже есть свои преимущества. Тут в парке. Автобус у нас тут такой. Документы. Асант Хидмет называется. Асант Хидмет. Вот. Здесь можно по-быстрому сделать документы какие-то, оформить. Вон тут стоит день и ночь. Ну, там как офис заходишь внутрь. В общем, в быстрые сроки, в сроки все документы делаются. Такая вот у нас уже осень. Ребятня. Вот цветочки-то на клубах ещё есть. Воздух свежий, свежий. Классный. Вот сколько они подметают, вот эти вот листочки падают. Всё равно опять появляются. Каждое утро здесь всё подметают, всё частенько делают. А потом опять. Раз, пять. Вот там вот у нас есть растения, цвели деревья. Сакура называется. Вот-вот отсвели уже. Чуть-чуть осталось цветочков. Сейчас покажу. Они цветут и весной, и осенью. Сейчас поближе подойду, покажу. Дождик вроде пока остановился. Думаю, пока остановился, быстренько нарядилась. Но прогуляться нужно, особенно когда после обеда будет. Вообще хорошо, чтоб не повнять. Иду последние вам цветочки Сакуры показать. Сейчас. Сакура или Сакура, я не знаю, как правильно это ударение. Ну вот они. Дерево было полное цветочками. Ну жаль, что я не снимала. Но у меня есть видео, где я снимала весной этот парк. Вот, а сейчас вот осеннее цветение уже закончилось. Осталось немножко, несколько бутончиков. Ну красотень была, конечно, тут красиво все было. Тем более деревьев много в этом парке. Именно Сакуры. Вот тоже там вот, впереди Сакура тоже. Но она цветла уже немного другими такими фиолетовыми цветочками. Ну слава богу, прохлада, а то уже надоедает постоянно жара. Особенно здесь очень жарко бывает. Вообще невыносимо. Сейчас такой прохладный день. Прямо как свежий глоток свежего воздуха. Класс. Сейчас дойду до магазинчика. Вдруг вспомнила, что мне надо... Что у меня дома прихваточек нет. Вспомнила. Вовремя. Ну нашла причину прогуляться. Прихватки-то были? Как без прихваток? Я постоянно же люблю постряпать, приготовить что-то. Просто они уже испортились. Я уже выпросила. Не люблю барахлор хранить. Я всегда, если у меня что-то испортилось, я обязательно это все быстренько выкидываю. Зачем барахлор хранить? Дом захромляет. Вот такая вот у нас осень. Листочки на деревьях уже жельтеют. Похладно. Это вот у нас на Донецк сарай. Вот это здание, которое впереди. Ну, по-русски клуб, да? Клуб. Дворец искусства, короче. В переводе, если точно. Дворец искусства. Там вот на горизонте школа. Каждый раз, когда я вот снимаю здесь это видео, это парк, когда я гуляю. Несколько раз уже показываю. Ну, и все равно еще хочется повториться. Вот там уже школа. 15-го числа у нас уже начались занятия у школьников. Кто не в курсе, в Азербайджане не 1-го сентября, а 15-го сентября начинаются занятия. Вот, школьники уже учиться начали. Ну, у меня школьников уже нету. Детишки уже выросли из школы. В парке никого. Наверное, дождика боятся, что дождик начнется. Ладно, шлепаю в магазин. Здесь вот заказывают обувь. Кожаную обувь можно заказать. Цех. Также можно заказать окна здесь пластиковые. Цех такой небольшой. На улице почти людей нет. Почему-то вот здесь всегда тогда я замечала, что если дождик или, не дай бог, снег, то все, людей очень редко-редко. И то это мужского рода появляются некоторые особи. И все. Женщины, дети обычно в такую погоду уже сидят дома. Никто никуда не выходит. Вот еще один тут телевизор Тамери. Это значит, здесь ремонтируют телевизоры. Можно принести, отремонтировать. Ну, конечно, не только телевизоры, всякую технику. Ну вот, подтверждение моих слов. Мне вот почему-то нравится так вот осенью гулять. Именно осенью. Мне очень нравится. Скамеечка вам какая широкая. Какое дерево, какой корень большой. Очень-очень старое дерево. Сейчас я приближаюсь к зоне базара, где рынок здесь. Там есть несколько магазинчиков. Хочу прогуляться. Сейчас вот пока гуляла, надумала, думаю, хочется каких-то изменений. Раз погода уже изменилась, сезон сменился. Хочется изменений каких-то сделать в себе, в своем облике. И думала-думала, надумала встретить челку. Мне вообще-то идет челка. Иногда у меня бывает. Так, вот такие хотения. Хочется поменяться. И раз иду в парикмахерскую. Ну, женщинам, в принципе, это надо иногда. Это очень полезно. На психику очень хорошо влияет. Так что, наверняка, в будущем, в скором будущем, пойду в парикмахерскую, остригу свои волосы. И отстригу себе челочку. Что-то прям так захотелось-захотелось. Летом я тоже хотела. Без дних оттеней, конечно. Просто летом очень жарко здесь. И поэтому как-то с челкой ходить не то. Это потеешь постоянно, лоб потеет. Как-то не очень. Вот ждала все, когда наступит осень. Вот ждала-ждала. И думаю, вот самое время. Здесь все, магазинчики у нас. Кажется, дождик начинается. Как-то моросит. Противно так. Но ничего, у меня зонтик с собой. А я-то, кстати, в новеньких кроссовочках. Похвастаться хочу еще раз. То, что удобные, это... Мне нравится то, что они удобные именно. Для меня в первую очередь удобство в обуви. Удобство, потом качество. И потом уже цену. Ну вот тут все, магазинчики. Не только магазинчики. Ломбард есть вот. Аптеки всякие. Тут я знаю, один магазинчик есть. Там все по одному моноту. Ну как в России в Фикс Прайс есть магазины. Точно так же. Вот. Кстати, он недавно только здесь открылся. Там товару так еще не очень. В прошлый раз просто заходила. Ну вот здесь золото продают. Ну вот на базаре, да? Где базаровская зона? Народу-то побольше, конечно. Что-то дождик вообще. Я зонтик, наверное, открою. Потом мне еще долго идти. Но не очень долго так. Рядышком. Идем, гуляем. Под дождиком такие, да? Дома не сидится она, домохозяйка. Сейчас, сейчас. По-моему, там, да, вот. Впереди должен быть. Спереди этот магазин. Сейчас дойду на него. Здесь вот облудной отдел. Написано обувь. Друзья, смотрите, лимончики, кстати. Вот так растут гемоны. Они, в принципе, очень большими не бывают. Но бывают такие вот повыше, да? Чуть-чуть. Метра три там. Ну, этот еще вот маленький. Так вот, лимончики цветут. Цветочки сейчас на нем. Ну, также есть уже фрукты. Вот они, правда, еще зеленые. Вот еще один, вот еще один. Вот. Ну, они созреют и будут их снимать. Вот еще лимончик растет. Ну, это для красоты поставили просто. Тут вот детский отдел. Детский магазин. Детская одежда тут все. Заходить уж не буду. У меня просто некому покупать детей маленьких, нет? Ой, какая красота. Красотень какая. Обожаю, обожаю ходить по таким магазинчикам, где посуда. Я могу там часами прямо находиться, просто смотреть. Ну, и, естественно, что-то выбрать, купить себе что-нибудь такое годненькое, красивенькое. Сейчас уже немножко тут осталось, недалеко. Дохожу уже. Дождик вроде перестал. А я иду такая с зонтиком, да? А я иду такая вся. А дождик это и нет. Как его собрать? Одно. Ой, какой самолар. Эксклюзив. Смотрите, друзья, здесь этот... Чайви. Это значит кафе здесь. Здесь чайфейня. Кофейня, чайфейня или как называют? Чайхана. Чайхана называется по-азербайджански. Здесь дают чай. И вот такое вот самоварище. Кипит, кстати. Как понять, что самовар кипит? Видите, у него здесь дырочки есть. Когда из дырочек выходит пара, это значит, что самовар уже кипит. У нас есть дома у родителей такой же самовар, но он, конечно же, немножко помельче. Сейчас я закрою зончик. Вот, подошла к этому магазину. Здесь вывеска, что купите все по одному монату. Один монат на российские деньги. Это где-то 40 рублей, по-моему. Здравствуйте. Так, зашли. Ой, товару-то прибавилось. В прошлый раз я приходила, здесь было совсем мало. Только-только-только открылся. Но здесь много всяких таких нужностей для хозяйства. Сейчас обязательно посмотрю. А вот прихватки. По-моему, я их видела в прошлый раз. Прихватки. Ну, нормальные, классные. Тем более, что долго им все равно пользоваться не будешь. Часто меняешь. Еще я хотела здесь подставочку для телефона. Когда вот чай пьешь или кушаешь, чтобы по телефону что-то посмотреть. Сейчас найду, посмотрю. Все-все, что мы здесь не возьмем, все мы купим за 40 рублей. Вот смотрите, какие полотенчики на кухне очень красивые. Красота какая. 100% хлопок. 100% хлопок. Возьму, наверное, их тоже. Сейчас пока все обсмотрю. Вообще, я обожаю ходить по магазинам. Особенно, если когда что-то по хозяйству нужно, то это вообще... Всякие маночки тут, скляночки. Вот тоже классная. Можно куркуму в ней хранить. И потом насыпать удобно все. Сейчас посмотрю. Тут для детей что-то. Такая мелочевка для дома. Сейчас я уже пока выключаю камеру. Нормально, спокойненько все посмотрю. И потом покажу уже, что приобрела. Купила так по хозяйству себе что-то. Здесь у нас банк находится. Сейчас иду немного по парку прогуляюсь. Тут вот недалеко есть парк. Посмотрим, как сейчас там. Летом там обычно очень много людей бывало. Ходили мы. Сейчас наверняка никого нет. Вот такие пятиэтажки тут у нас есть в районе. Перехожу дорогу. Тоже какой-то офис построили. Строят еще, ремонтируют. Тут тоже пятиэтажки. Ой, какой заборчик аккуратный. Красивый какой заборчик. Тут детская площадка перед зданием. Скамеечки. Ну, сейчас на них не посидишь. Дождик прошел. Вон для ребятишек какая площадка тут хорошая. У нас вот во дворе нет такой. У нас тоже пятиэтажки, но тут у них какая-то другая планировка. Очень хорошая площадка. Аккуратно все чистенько, видите? Вон там парк виднеется уже недалеко. Сейчас вот по этой аллейке туда пройду. Вот по этой аллейке. Ой, как тихо, спокойно. Хорошо так прогуляться. Вот он парк. Видите, никого нету. А летом здесь яблоку нет где упасть. Особенно вечером. Столько народу бывает. Все с ребятишками. Кто на великах, кто с колясками. Там вот кафе работает летнее. И здесь вот, кстати, ресторан перед ним. Здесь обычно бывают свадебные церемонии. Свадьбы. Со свадьбы кто выходит. Отдыхает, чай пьет. Очень красивый парк такой, атмосферный. Лавочки везде. Даже птички поют. А смотри-ка. Птички, вы не в курсе, что осень уже? Распелись. Тут животные для развлечения детям. Макеты. Макеты. Как спокойно. Здесь вот фонтан такой есть. Он вот из этих вот отверстий выходит резко вода. Вверх и прямо до самого. Очень-очень высоко поднимается. Летом включают его по вечерам. Стоишь такая, стоишь и резко такой фонтан. Классно так. Прохладно сразу бывает. Здесь вот вход в ресторан, по-моему, где-то. Тут тоже фонтанчики. Фонтанчики. Здесь детская площадка. Отдыхают наконец-то. Все лето ведь я в рабочем состоянии была. Сейчас отдыхает. Ой, какая ёлочка красивая. Смотрите. Это что за сорт? Первый раз такую вижу. Даже летом не обращала внимания. А сейчас так внимательно обхожу этот парк. Просто летом, когда здесь бываешь, столько народу прям уже не видно. Даже парк сам не видно. Людей только видишь и всё. Вот тоже красавица ёлочка такая. Вот здесь кафошка. Прыгалка для детей. Как её называют-то? Забыла. Батут называется, да? Батут. Здесь столько столиков было летом. А сейчас можно зайти только вовнутрь чай попить. Парк-кафе называется. Ну, да уже тут. Здесь такой пол, как паркет. Мне всё кажется, что я дома нахожусь. Прямо как будто паркет настоящий. Но это уличный паркет, конечно, не домашний. Вот это задняя часть парка. Но она такая же красивая. Это что за деревце? Даже какие-то эти есть ягодки на нём. Там тоже вон опять здание. Пятиэтажка. Здесь, в Исмаилах, в основном пятиэтажки. И вот сейчас, которые новые только здания строятся, вот они уже побольше у них этажей. А вот раньше строили только пятиэтажки. Это искусственное озеро. Водички мало сейчас. Летом обычно здесь бывает вода. Наполняют водой. И вот там свет горит снизу. Красиво бывает. Ну, а сейчас осень. Ребята, везде осень. Обожаю осень. Просто обожаю. Особенно, когда так тёпленько оденешься. И ходишь так погулять. Деревья желтеют. Там уже жилые дома. Там уже люди живут. Вот. Вот лавочка какая интересная. Круглая. Мы вот летом обычно на этой скамейке сидели подальше от всех. Тихо тут, спокойно. Вот тоже интересная ёлочка. Тоже интересная очень. Цвет зелёный. Если у той был голубой, у этой цвет зелёненький такой. Красивая. Здесь, когда свадьба в ресторане, вот в этом, да. Так шумно бывает. Народ. Ну, сейчас здесь свадьбы прекратились, потому что пришёл праздник. По-моему, на полтора месяца. Мусульманский праздник. В это время нельзя делать свадьбы. Нельзя пить спиртное. Ничего нельзя. Даже краситься нельзя. Волосы нельзя красить женщинам. Так говорят. Ой, какое деревце. Ничего себе деревце, да? Так свисает. Как будто гирлянда понавесили. Ну, здесь прохладно летом бывает под ним сидеть. Видите, вот кафе тут сделали, потому что прохладно. Тут летом бывает очень много народу. Папы обычно сидят в этой зоне. Здесь мужская часть кафе. Женщины-дети в том кафе, в первом, который я показывала, в детском. Там и сервис лучше. Мне тоже нравится лучше вот в том кафе сидеть. Там так всё аккуратненько, чистенько, всё хорошо так. Такие чашечки, чайнички, всё так красиво подают. Приятно садиться, пить чай. Тут вот ресторан. Отдыхает тоже ресторан. Свадеб нету на полтора месяца где-то. Вот вход ресторан. Над ним такой балкон. Сюда мы часто бываем, приходим. Зовут кто-то на свадьбу. Обязательно приходим. Веселимся, кушаем, танцуем. Там вот отдельное... Вот оно кафе и эти столики как бы к этому кафе. Там вот надпись есть. Кафе Гала называется. Эти вот столики уличные принадлежат этому кафе. А там уже кафе другое. Не знаю уже сколько времени. Вышла из дома, гуляю, коза Дереза. Тут вот еще есть сцена такая. Если какие-то выступления или артисты приедут. Вот здесь есть такая сцена. Сейчас спущусь, покажу поближе. Ой, стулья все переломали почти. Руки чешутся у кого-то. Что за народа? Что за люди? Вот такая здесь сцена. Пойду, наверное, потихоньку уже домой. Погода такая пасмурная. Как будто уже вечер. Ну, сейчас где-то часов пять. Часов пять уже. Пойду потихоньку. Спускаюсь той же аллее. По дороге заскочила в маркет. К чаю купила себе шоколадку вот такую. Российская шоколадка, бабаевский шоколад. Люкс, темный шоколад. По составу прочитала более-менее такая хорошая. Купила вот такие хлебцы. Обожаю их с творогом, когда творог делаю. Творог делаю немного так вот, более-менее сырой. И туда крашу вот такие хлебцы. И они прямо как орешки хрустят, когда творог ешь. И сытно получается, и вкусно. Люблю. Вот это турецкая фирма у нас продается. Также купила вот такие печенюшки с маслечком. Люблю их намазывать с маслечком, утречком. Тоже турецкое. Турецкое печенье. И российское у нас продается. И из-за альбатчанское. Всякое продается. Просто я вот это люблю еще. Ну, всякое покупаю. На этот раз я думаю это взять. Пойду еще свои остальные покупочки покажу. Купила вот такую подставочку на телефон. Удобно на кухне. Ставишь, смотришь что-нибудь. Масочку взяла. Очищающая маска. Naturix. Organix турецкая. Хочу посмотреть, какая она. Проверю. Взяла вот такую прихваточку. Вот. На кухню. И вот такое полотенчико. Простое такое. С цветочком. На кухне. На кухне полотенца всегда мало. Всегда не хватает. Особенно, когда новенький. Так вообще приятно. Пользоваться. Вот такие. Вот такие у меня сегодня покупочки. Ну, я в основном так-то не за покупками вышла. Вот. В основном прогуляться хотела. Не за неприхватку. Так по мелочи. Купила по дороге. Сейчас буду готовить ужин. Что-нибудь. Посмотрим. Баклажанчики есть в этом. В холодильнике. Их пожарю быстренько. Готовлю ужин. Баклажаны буду жарить. Нарезаю баклажаны вот такими. Полосочками. Также помидорки беру, жарю. Эти болгарские перчики. Ну, этот рецепт есть у меня на канале. Очень легкий рецепт. Очень быстро можно приготовить овощное блюдо. Очень вкусное и полезное. Также сегодня вот сделала творожок. Свой домашний. Очень часто делаю творог. Творог делаю из мацони. Вкусно получается. Поставила, чтобы вода стекла. Вот. Такие сегодня у нас пироги. Обжариваю сначала баклажаны. Ну, в общем, кому интересно, зайдете по ссылочке. Посмотрите этот рецепт. Вот такое получается блюдо. Готовится очень быстро. Получается вкусно. И красиво. Можно его сервировать, ставить на стол. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»